Янис Урбанович в Европе снова пахнет порохом. Логотип. Янис Урбанович. В Европе снова пахнет порохом. Ника Рига Зритуавайз. Латвия. Марис Краутманис. Марис Краутманис. Flickr.com.se О том, насколько мир близок к войне, о причинах непонимания между западными странами и Россией, о том, как предотвратить вооруженный конфликт России и НАТО, интервью. Ника Рига. С президентом Балтийского форума, председателем фракции Социал-демократической партии Согласия Сейма Латвии Янисом Урбановичем. Вы в своих публичных высказываниях и статьях рисуете апокалиптическую картину, даже допускаете, что может начаться вооруженный конфликт между Россией и НАТО. Неужели действительно все так плохо? Нехорошо. Холодная война реанимирована и обещает стать теплее. В условиях нарастающей напряженности появляется все больше возможностей для роковых сбоев, провокаций и случайностей. Президент США недавно в интервью СНН упомянул возможность прямого вооруженного конфликта. За неполный год украинского кризиса мы опасно приблизились к Третьей мировой войне. Какой она может быть, неясно никому, потому что генералы всегда готовы к прошлой войне. По всей вероятности, длительной, всеобъемлющей и разрушительной. И вполне определенно, абсолютно бессмысленной. Тем временем, европейские политики демонстрируют нежелание устранить угрозу войны. Кто не видел войны, тот не способен ее по-настоящему бояться. Не способен даже поверить в ее вероятность. А, тем более, заметить, как стремительно эта вероятность движется к ужасной действительности. Поэтому в ток-шок российских телеканалов франты в костюмах от кутюр бравурно грозят загнивающему западу эскандерами, булавами, ракетами ЕС-300 и С-400. Поэтому власть Украины предаются иллюзии о том, что единство государства можно добиться при помощи военной силы, артиллерийских обстрелов и киборгов. Крах иллюзий вызывает непреодолимые фантазии, будто бы откалоты от Украины территории можно вернуть, втянув НАТО в военный конфликт с Россией. Поэтому партии власти Латвии на прошедших выборах набирали политический капитал, запугивая общество гибридной войной и хрупкостью нашего государства. Они продолжают играть со спичками, обостряя в рамках своих возможностей отношения ЕС и НАТО с Россией в надежде на политическую выгоду для государства на линии фронта. Именно поэтому Североатлантический альянс и ЕС, несмотря на дипломатический опыт обеих организаций, выбирают бесперспективную тактику, надеясь при помощи усиления экономических санкций вынудить Россию политически капитулировать и уйти из Крыма. Углубляя конфронтацию, Запад и Россия взаимно увеличивают риск спровоцировать реальные военные столкновения. В Европе снова пахнет порохом, потому, что этот запах забыт. Западное общество, так называемый «золотой миллиард», редко было таким монолитным, как сейчас. И таким высокомерным. Царит всеобщая единодуша о том, что Россию, наконец, надо наказать, указать ей подобающее место не только за отнятую Украину Крым, но и за упрямый отказ интегрироваться в семью цивилизованных наций. Лидеры сверхдержав, похоже, предаются скрывавшимся на протяжении длительного времени личным комплексам, демонстрируя, что они больше не нянчатся с Путиным. В этом смысле первую скрипку играет президент США Барак Обама со своими последними заявлениями о разбитой вдребезге российской экономике и о Вашингтоне как попечители нынешнего правительства Украины. Иногда складывается впечатление, что Запад совсем не понимает Россию, ход мыслей ее руководителей и идеологов. И Россия тоже не понимает Запад. Чего Запад хочет от России? Чего хочет Россия? Демократические государства сегодня не дают отеческих наставлений Китаю, как именно ему реагировать на требования протестующих в Гонконге. И они не осуждают Саудовскую Аравию за медленный прогресс в вопросе равноправия полов или необеспечения свободы вероисповедания. Смысла никакого, только вредь бизнесу. Возможно, взаимоотношения ЕС, НАТО и ЧИИ Семь с Россией были бы рациональнее, если бы Запад осмелился признать право России на свой государственный строй, понимание демократии, самобытность внутренней и внешней политики, а не продолжал надеяться, что заблудшая овечка все-таки когда-нибудь вернется в правильный загон. Окончание Холодной войны и развал СССР создали обманчивое, но стабильное представление о новом мировом порядке. В соответствии с которым Россия признает свою отсталость, приспосабливается к требованиям демократии, свободного рынка и гражданских ценностей и со временем становится составной частью западного мира. Эту иллюзию вначале подкреплял внешнеполитический курс бедного и слабого государства, который в начале 90-х годов фанатично реализовали Борис Ельцин и министр иностранных дел Андрей Козырев, мистер Да. Запад по-настоящему не заметил, как в российском обществе они оба стали и до сих пор являются объектом глубокой и неприходящей ненависти. Нация, которой, к тому же, пришлось перенести терапию экономического шока, быстро разочаровалась в стремлении властной элиты интегрироваться в Европу и приспособиться к Западу, потому что власти не добились, чтобы европейцы и американцы признали русских равными себе. Государство, которое два с половиной века, семилетней войны, привыкло, что в Европе с ним считаются, не могло смириться с нескрываемой демонстрацией превосходства со стороны богатых стран, с отведенной ему ролью источника дешевого сырья. Даже в клубе ЧИИ 7 России было выделено место дисциплинированного ученика, мол, вы слишком бедны, чтобы мы считались вашим мнением. Злоба на свою прежнюю наивность только усиливала ненависть русских к Западу и желание встать с колен. Ревизия политического курса и ценности России была запрограммирована. Могут ли санкции что-то изменить в России? Опаснее всего лелеять иллюзии, что в отклонении от продекларированного в свое время Ельциным курса на евроинтеграцию виноват только режим Путина, и, если его заменить на другое руководство, Россия вернется на путь истинный. Евроатлантическая убежденность, мы лучше из всех возможных миров, не способна принять мысль, что суверенная демократия в современной России опирается на многократно подтвержденный национальный консенсус, и Владимир Путин является эффективным олюцетворением такого социального договора. По этой причине в России в обозримом будущем не будет ни внезапного дворцового переворота олигархов, ни победы оппозиции на выборах, ни цветной революции, ни народного восстания. Как раз наоборот, санкции Запада и угрозы продолжают консолидировать российское общество и власть. Они сбросили маску гуманизма и пытаются нас починить. Пусть отбирают. Обойдемся вообще без денег, но снова поставить себя на колени не позволим. Что вызвало такое сильное раздражение русских? У России с момента окончания Холодной войны накопилось много претензий в связи с двуличием демократии Запада и невыполнением им своих обязательств. Ни США, ни ЕС сегодня не чувствуют никакой ответственности за то, что в свое время обещали Горбачеву Рюган, Буш-старший или Коль. Россия считает, что заявленное тогда по-прежнему в силе, потому что формально это никто не отменил. Точно так же, как год назад было заключено соглашение представителей ЕС с Россией о процедуре регулирования украинского кризиса, о котором сразу же забыли, когда протестующие на Майдане вынудили Януковича бежать. Запад раздражает указания России на двойные стандарты демократии при оценке политических кризисов, когда право народов на самоопределение входило в противоречие с неприкосновенностью государственных границ. Почему выход Косова из состава Сербии – это триумф демократии, а отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии называют недопустимым проявлением империализма? Почему жители Восточного Тимора и Шотландии могут проводить референдумы о независимости, а жителям Крыма этого делать нельзя? Вместо соргументированного ответа зачастую звучит высокомерное оскорбление «Кто ты вообще такой, чтобы мне указывать?» Судя по российским телеканалам, государство сейчас живет в бравурном страхе, чувствует угрозу и одновременно машет кулаком «Мы вам покажем». Недоверие России Западу вызывает у нее непрерывное чувство угрозы. Имперски воинственная риторика всех оттенков – это характерное для русских средство, при помощи которого они пытаются добиться уважительного отношения оппонента. В то же время это камуфляж, под которым маскируется глубоко укоренившийся страх перед вторжением извне. Это государство не интересует глобальное господство, его интересует только собственная стабильность. Такое настроение стало основой сказанного Путиным в 2007 году на Мюнхенской конференции «Мы видим, что вы нас обманываете, и поэтому вы нуждаете вооружаться. Только военная мощь России заставит вас, Запад, считаться с нами как с равными». Поэтому сотни офицеров генерального штаба, тысячи дипломатов и неизвестное количество агентов разведки мониторят международную ситуацию, и в этой информации находятся все новые доказательства опасений. Отказ Украины от своего прежнего обязательства быть внеблоковым государством и ее желание вступить в НАТО, что сейчас поддерживают США и ЕС, усилили подозрение о том, что создается плацдарм, выпущенная с которого ракета за пять минут может долететь до Кремля. Почему творцы внешней политики ЕС не хотят понять, что Россия действительно боится стремления Запада расколоть и ослабить ее, подчинить в экономическом и военном смысле? Боится, что Москва и Санкт-Петербург могут быть подвернуты бомбардировке так же, как Белград, Багдад или Триепали. Москва нервничает из-за любой военной активности в соседних странах, в особенности, когда получает довольно уклончивое объяснение представителей НАТО по этому поводу. Русские не понимают, если Европе необходима защита от гипотетической угрозы ракетной атаки со стороны Северной Кореи и Ирана, то зачем радарные установки и противоракетное оружие необходимо размещать в Польше? Страны Балтии хотят видеть у себя постоянный контингент армии США и готовы создать для него военные базы. Россия убеждена, что таким образом разыгрывается театр, что доказывает затягивание петли у ее границ, и считает, что младшие и меньшие партнеры Альянса, безусловно, делают то, чего хотят американцы. Россия непреклонно убеждена, что НАТО хочет ее разрушить, а нынешняя риторика Обамы и других западных лидеров только укрепляет эту убежденность. Поэтому она заинтересована, насколько это возможно, поддерживать вооруженный конфликт Донбасса с властями Украины, пусть бои идут во дворе плохого соседа, потому что мы не хотим войны в своем доме. Именно поэтому Россия категорически отрицает свое очевидное соучастие на стороне сепаратистов, чтобы удержать войну за пределами российских границ. Также Киев, несмотря на враждебную по отношению к России риторику, и его союзники в Европе вовсе не хотят, чтобы русские признали свою военную помощь, это сделает войну двух стран неотвратимо всеобщей. Публикуется с небольшими сокращениями. Оригинал публикации Janice Urbanovics, Iropa at Klosbeck-Polvera опубликована 5 февраля 2015 года в 8 часов.